тогда значит давайте мы начали тогда обсуждать современную парадигму физики но дошли только до специальной теории относительности вот вот давайте с образного такого примера почти в каждой физической лаборатории в научной группе есть человек который так называется черная рука вот при его появлении в лаборатории ломаются приборы появляются совершенно непредсказуемые результаты но у меня в жизни было такое так вот по моему мнению вот такой вот черной рукой а скорее черной головой но только уже не в лаборатории обо всей физике начиная с позапрошлого века был уважаемый патентовед всех времен и народа вот но вот мы успели так сказать обратить внимание по на специальную теорию относительности и каким образом можно будет ее прикрыть но среди детищ эйнштейна было еще несколько и вот тут вот получается что за что бы не взялся наш уважаемый патентовед вот везде получалось ну ну не то что там отрицательный результат отрицать отрицательнейший и приводящий к совершенно зловредным последствиям физики вот значит ну чуть-чуть мы задевали уже общую теорию относительности но об этом я даже много не буду у вас это очень хорошо освещено а а именно всяческие искривления пространства ну если будет там другое другой раз какие то если будут неясные вопросы следующее величайшее открытие господина эйнштейна это его сверх знаменитейшая формула которая там на всех футболках и которые вот люди которые даже физики совершенно ничего знать не желают эту формула не знаю е равно mc квадрат которая как бы свидетельствует о эквивалентности энергии и материи вот ну как всегда господин не попадает значит ну вкратце очень вкратце ну во первых даже вот арифметически если будет c не соответствовать ровно скорости света например для нейтрина эта формула чисто арифметически совершенно не годится никуда но кроме этого значит что сравнивает и эквивалентность чего устанавливает эйнштейн ну давайте так вот вкратце определение энергии ну меня скажем обычная словарная не очень удовлетворяет по моему мнению принципе энергия это запас движения если это определение направить вперед то можно сказать что это запас движения который позволяет совершать работу сила на перемещение если направить это определение назад то это запас движения который был создан путем приложения силы что привело к деформации в системе на какое-то смещение ну то же самое там там например к x квадрат хорошо что пополам вот к x это сила x это смещение вот а материя ну материя даже не буду давать определение это в общем-то совершенно мое совпадает с вашим определением и и поэтому говорить о какой-то эквивалентности запаса движения и материи ну совершенно представляется мало мягко говоря абсолютно неправильно но при этом вот это вот как бы забавненькая и всем известная формула привела к огромнейшим скажем последствиям ну ну во первых абсолютно бредовая идея о том что вот там атомная бомба была создана на основе этой формулы естественно атомная бомба это тупо высвобождение энергии при помощи разрушения расщепления каких-то заведомо напряженных конструкций ядров а продолжение является ну положение об освобождении энергии связи дефект масс при этом как бы считается как бы как бы доказанным то что он термоядерная реакция осуществление термоядерной реакции ну на солнце термоядерной бомбе считается доказанным при этом вот один такой факт то что высвобождение энергии в термоядерной реакции основано на том что надо вложить процесс соединения детерия третья и получение образно скажем гелия хотя на самом деле ядра гелия альпочастицы вот вложение энергии в этот процесс приводит к высвобождению энергии в этом же самом процессе то есть но логика по моему совершенно отсутствует ну и вот как уже мы видим на практике 70 лет уже пытаются осуществить все эти и терры такомаки вложения уже достигла скоро 40 миллиардов евро долларов неважно вот и по моему мнению вот эти затраты не то что там совершенно бессмысленны они категорически вредны ну и вот мне хотелось бы ну термоядерная бомба это тоже абсолютно не тот объект за который там нам выдают термоядерная бомба это обычная двойная ядерная в которой происходит тоже расщепление а скажем или д-1 или 3 его неважно какой заряд он выдает только повышенное количество не быстрых а энергичных нейтронов поэтому происходит как бы ядерный абсолютно никакого термоядерного нет ядерный взрыв повышенной мощностью по сравнению с обычным ядерным вот мне бы хотелось узнать что вы именно по поводу термоядерной реакции думаете ну там есть конструкция вот это американская которую притащили как это трактовать да я бы не спешил трактовать у меня мало информации собственно и поэтому направлению я не спешу трактовать там где нет для строгих выводов оснований если у вас есть вы трактуете замечательно так хорошо хорошо тогда ну может быть еще к этому вернемся вот и дальше тоже к чему прикасался господин Эйнштейн это уравнение состояния ну теоретически гебри тут лес не надо но основное скажем пункт тут такой то что восстанавливается начало нашей вселенной путем экстраполяции вот этого явления к нулевой точке при этом получается как бы ну не точка область сингулярности что сразу приводит всю современную физику любую в тупик замечание такое вот как можно руководствоваться какими-то формальными уравнениями при этом перечеркивая там закон сохранения материи принципы причинности вот по моему мнению что формула никогда в жизни не командует процессом да она отражает описывает этот процесс более того формулы вне сомнения нужны для почетов каких-то результатов экспериментов обязательно и проверки теории естественно то есть теорию без этих формульных подсчетов не получится проверить но как бы командовать какими-то процессами физическими формула сама по себе но не может но никак вот например там выскакивает вот это вот пресловутая космологическая постоянная зависимости от численного значения этой буковки то есть наша вселенная или разлететься к чертовой матери или схлопнется в точку все от какой-то вот такой вот ну на самом деле о чем я хочу сказать о том что любые уравнения обязаны иметь граничные условия и поэтому обращать уравнение состояния сингулярность сингулярность ну давайте любой процесс там сжатие пружины обращать сингулярность уравнение состояния газа обращать сингулярность вот поэтому это вот как бы домашнее задание для наших слушателей пусть подумают что ограничивает возможное сжатие материи и недостижение сингулярности если вы что-то хотите по этому поводу скажите с удовольствием выслушаю ну для меня вот это вот направление ну видится несколько по-другому ну если сингулярности никакой не было нет и не будет то подробности по влияния формул на сингулярность или сингулярности на формулы рассматривать бессмысленно вот там где научная информация переходит за грань на который начинается недостоверность или начинается бред я в тех плоскостях долго думать не могу и не могу запомнить что там получится я пять минут помню а потом мне этот шлак в голове не нужен и его просто удаляю на автомате поэтому что касается волшебных свойств сингулярности это не ко мне если самого объекта нет не было никогда только брачу о чем говорить именно не о сингулярности ни в коем случае а именно о том что служит пределом граничными условиями в любом уравнении состояния для того чтобы даже ничего было говорить об этой сингулярности о которой так уже понятно что никогда и не было никогда написано не может быть об этом действительно не стоит голову ломать но существует какое-то граничные условия для сжатия материи у нас граничные условия для сжатия материи определяются самой материи вот у нас есть пространство есть материя и больше ничего нет материя материя находится в состоянии движения она никогда не успокаивается в окончательном виде вот поэтому какие-то рамки для отдельно взятой области заполненной материей он может поставить только другая материя вот физические свойства одной материи воздействия со стороны одной материи на другую материю все больше никто ничто не может и пространство которое определяет вместительность свободу перемещения все а формула ну формула это продукт придуманный человеком с генерированным формула может быть корректно некорректно если формула корректно она может быть полная неполная если формула полная то она если полная корректно то она в абсолютном качестве должна отражать физический процесс она показывает количественная характеристики данного процесса и его скажем так свойства изменяемые данной физической системе как-то спорить о том что первичные формула или материя тоже моем понимании сильно то и не имеет смысла здесь формула у нее есть свое назначение весь материя этот реальный объект все есть наши попытки человеческие млекопитающих таких что-то об этом адекватно и оформить в научный ряд тут я в общем-то нет несколько другое мнение я все таки считаю что давай однозначно первично физическое явление ну да формула только только исключительно отражением самого физического процесса но вот это по сути так ну я не понимаю постановки вопроса в чем проблем здесь нет проблем нет просто к тому что вся физика двадцатого скажем века это была физика в которой уравнение командовали всеми физическими явлениями это инструмент моделирования формулы это инструмент моделирования вот если вы корректно описываете вашими формулами физическое явление то в вашей модели вы оперируете как раз данными с чистыми формулами вы же не оперируете свои модели с реальными объектами там с какой-то материей вы переносите это на формулу ну это вот вы так думаете а вот все теоретики скажем двадцатого и нынешнего веков они живут другими представлениями удаваясь прямая прямая цитата электрон это решение уравнения дирака это да ну мы про негорасков то не будем так уж это ну да много людей не могут сосредоточиться в нашей планете это тоже данность но там где не не могут сосредоточиться продукт которая не озвучивает он перестает быть над научным он не является научным это ну вот ребята что-то старались старались гораздились гораздились и не догораздились ну так этому и относимся это вот еще одна прямая цитата по мнению уже одного из наших достаточно крупных физиков которые вот и пространстве в интернетовском очень часто выступает что электрон это просто таблица каких-то величин и параметров вот и все больше говорить об электроне нет не электроны цитируете проявление какой-то безграмотности со стороны каких-то индивидуум да такое бывает тут ничего не поделаешь это имеет место но это не есть правильно да да вне сомнения так вот ну вот давайте чуть чуть более так сказать детально скажем вернемся к нашим вот срока руки господина эйнштейна вот до него была там классическая там эксперименты физика все было в общем-то достаточно какой-то логикой наполнен у кого эйнштейна логикой наполнена не 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 до него да что то да он именно был пионером начиная с которого началась начался такой жанр как не то что не научная фантастика а антинаучная фантастика и вот скажем тяжело даже назвать такое теоретическое такую теорию двадцатого начала нашего века которая бы действительно была бы адекватной нету 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 да я не могу тогда вот подождите давайте вот вкратце допустим вот скажем такой вот перечень вот этих вот величайших открытий эти очень коротко вот может быть какое то вы посчитаете ну скажем более-менее корректным то есть я их так называю физические сказки двадцатого века но все три сказки эйнштейновские ой простите я хотел еще мини-мини вопросик по поводу той работы за которую ему таки на самом деле дали нобелевскую премию то есть это теория фотоэффекта то есть ни за какие ясно что не не теории относительности в ней уравнение состояния ему дали нобелевку за теорию фотоэффекта по результатам это первая такая работа по которой считается доказанным что то что свет это частицы ну у меня возникают скажем вот 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 такие вопросы вот об обо более того из этого потом выскочила одна из физических сказок корпуса корпус кулярно-волновой дуализм из которой потом выскочил принцип неопределенности гайзенберга как сейчас его называют так вот все таки вот в вашем представлении свет это частицы или волны если это волны то в чем а если это частицы то как они материальные частицы то как они не имеют массы о том что они постоянно двигаться со скоростью света тоже неправильно по крайней мере при отражении при поглощении у них скорость падает до 0 где масса то есть что это все таки ну в моем представлении это однозначно частицы про массу сначала корпус кулярно-волновой дуализм это конечно чушь несусветная вот про массу у меня к отношения к массе такое что когда-нибудь если все сложится хорошо мы публикуем материалы возможно закрытая для узкого круга лиц по массе где будет четко ясно понятно все по массе и в том числе по массе частиц хорошо 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 ну конечно подождем это стали теперь значит и еще одно чтобы же вот это с эйнштейн нам скажем закончить одно из как бы железобетонных доказательств существования специальной теории относительности зиждется на изменение времени жизни мезона вот хотелось бы задать вопрос вот этим теоретиком чем определяется время жизни вот отказывают почки у этой частицы цели там у нее по пути происходит инфаркт ну очередь вот она считается одним из главных доказательств как вы относитесь принципе вообще произношению замедления скорости течения времени вот это фразе как вы относитесь стоит за него нибудь или нет у нас есть опять же пространство в котором находится в материи материя находится в движении у этого так сказать объекта у материального есть разные показания движения разные показатели движения есть волновые движения всех частиц они у нас согласованы в определенном ритме потому что раз согласованное движение частиц ну у нас приводит к нарушению закон о сохранении энергии тогда работа получается если у нас раз согласованное движение вот у нас эта система существует без работы в большинстве случаев кое-где какая-то там работа производится но база у нас это все может продолжить на время осуществлять не выполнять никакую работу скажем так дальше эти частицы поскольку у них есть вот в скорость колебания до общая эта скорость может быть в некоторых физических условиях меняться далее у нас есть время как сравнительная характеристика вот у нас есть хронометр какой-то да или есть природный объект по которому мы получаем представление о времени допустим луна месяц до обращения вот эти вот год как земля обращается это вот у нас время весе мы в рамках какой-то системы ставим хронометр на который мы опираемся да то в рамках показаний этого хрономера некоторые процессы могут у нас меняет скорость свою ну например вода кипит при одной температуре на поверхности до при другой если мы поднимемся над поверхностью земли вот простую самый пример и так далее разве различные примеры что у нас происходит с хронометром в это время у нас были хронометры которые показывали время до 1 то вот она продолжает обращаться это один хронометр показывает время до вода тут у нас кипит по-разному так другой хрономер тоже показывает свое время вы можете взять на гору третий хронометр до песочные часы например да в каких-то условиях вас будет меняться с куску скорость перри пересыпания песчинок и можете вглубь океана заглубиться до поменять физические условия можете в космос выйти с этим хронометром да у вас там время остановится но остановится как сравнительная характеристика длительности протекания процессов на данном хронометре процесс процесс процессы будут жить в своей природе как они существовали поэтому тут надо определяться с тем что имеется ввиду параллельно с этим как-то влиять на скорость процессов мы можем и если мы теоретически возьмем большую какую-то область допустим ну скажем шарик диаметром 100 километров и по посредством изменения воздействия внешних полей в этом шарике произведем глубокое влияние на частотные характеристики всей вещественной модели находящийся в этом шарике да то мы произведем влияние на все хронометры тоже находящиеся в этом шарике у нас получится две системы с разными хронометрами одни внешние другие внутренние которые будут давать разные показания и здесь уже остается только определиться в терминах что мы будем считать изменение времени что не будем считать это замедление процессов или замедление времени по обывательскому пути пойдем или по научному просто договариваться терминах ну вот смотрите я как бы не совсем согласен с таким свернутым определением времени что это только сравнительная характеристика сожалению в это одно слово вот так вот уже исторически сложилось что млекопитающие то есть человечество воткнуло туда как минимум три функции совершенно они да не связаны вне сомнений связаны и есть носители и тем не менее обязательно должно быть учтено при определении времени прежде всего то что время осуществляет причинно-следственные связи мог шатхарма три с половиной тысячи лет тому назад у нас есть пространство весьма есть движение а есть физические взаимосвязи между материи между элементами матери есть связи вот эти связи определяют все следствия никак не время не определяет время этим не занимается это не функция времени ну я считаю нет я считаю что время вот основное вот ну давайте вася стукнул в лоб степана причем здесь время вася стукнул степана в лоб причем весь время у нас есть материя вася есть материя степан есть взаимодействие передача есть движение да если бы не было времени если бы не было плотности если бы не было зрения если бы не было мышц много всего если бы не было причем есть время не знаю осуществить движение вне времени и вне существования причина все зависит все происходит в течение время непоследовательно ну а причина следственной связи они не в этом не во времени верно ресса с управитель на характере стека не больше все связи материи все связи материи они внутри материи очередное движение вот артилеten и тарионность движения очередный движения это последовательность событий. Это немножко другое, это не время. Вот эту последовательность событий определяет время. Вот смотрите. Нет, это сравнительная характеристика. Нет, время не определяет. Это в поэтическом смысле оно определяет. Нет. Физическом. Вот давайте. Две ситуации просто. Вася стукнул Степана в лоб. Где время? Вот принял решение Вася кусок материи. Прошло какое-то время, он ударил. Да, время здесь присутствует, но время не определяет причина следственной связи. Это Вася принял решение. Это еще огромнейший вопрос, как индивидуум млекопитающего во времени, как он может свои будущие события определяет. Тогда просто отложим на полочку этот вопрос, как-нибудь о нем подумаем. Предлагаю так. Хорошо. Хорошо. Хорошо, но тем не менее вот одно из... Ладно, не надо. Хорошо. Отложим, но вот по моему мнению время вообще, срез времени вообще определяет существование объективной реальности. У времени нет никакого среза. Давайте в терминах тогда, что вы имеете в виду срез времени? Срез времени. Прошлого уже нет? Нет. Абсолютно нет. Будущего еще точно абсолютно нет. настоящее. Да, да, да. Настоящее. Он равен нулю в первом приближении. Потом можно там... Что такое срез времени? Врез, срез времени. Что такое? Это взяли что-то, срезали от чего-то или что это такое? Нет, провели провели по оси времени плоскость. Ось времени это абсолютно абстрактное понятие. Конечно. Это такой скаляр забавный длительности протекания процессов. Сравнительная характеристика длительности протекания процессов. Нет, нет, нет. Да. Соглашусь. Хорошо. А что, там у вас молекулы времени может есть или я что-то пропустил? Нет, ни сомнения, более того, даже кванта времени нет. Хорошо, успокоили. Нет, а срез времени есть, который определяется законом сохранения материи. Хорошо, вот это уже все, приехали. Срез времени определяется законом сохранения материи. все, все достаточно приехали. Это ваша теория такая? Или это чья такая? Нет, для теории это, ну, пользоваться понятием времени нужно хотя бы для определения, что такое объективная реальность. Вот есть, она существует только в этом срезе. и только в этом срезе можно проконтролировать. Когда строгое определение среза времени внесете, и само определение времени строгое внесете, тогда будем обсуждать. В несогласованных терминах я не согласен это обсуждать. Это поэзия пока что. Не-не-не-не-не, это не поэзия. Я могу нарисовать, но это очень долго. Понял. Ясно. Можем на другую тему перейти? Хорошо, да, более того, меня вот из практических вопросов, из конкретных вопросов, меня интересует, каким образом вы обосновываете то, что вот базовое силовое поле именно гравитационное. Вот я пересмотрел там много всего вашего и перечитал, для меня непонятно, почему оно именно гравитационное. Вот у нас есть картина за бортом. У нас есть картина за бортом. Так. Ну, то, что мы видим. Да, да, да. У нас есть два возможных сценария, что это взаимодействие силовое или отсутствие силового взаимодействия. Выбираем наличие силового взаимодействия. Дальше у нас два сценария опять. Либо притяжение, либо приталкивание. Эксперимент провели, определились, это приталкивание, успокоились. Хорошо, да. Так, имеем что в результате? То, что мы видим за бортом, работает на силах приталкивания. И это надо обозначить каким-то термином. Что взаимодействует с этим приталкиванием? Все массы во Вселенной, да. То есть это массы, которые взаимодействуют во всей Вселенной, дают нам падение яблока, дают нам обращение планетарных систем и все остальное. Люди это называют гравитацией. Общепринято. Да, взаимодействие двух каких-то масс, вне сомнения, это гравитация. Но взаимодействие двух масс никак не создает базовое гравитационное всеобщее силовое поле. Никак. Подождите, 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 подождите. А при чем здесь взаимодействие двух масс? У нас же во Вселенной не две массы, а много масс, правильно? трех-четырех, трех-четырех, про бесконечность уже не согласен. Хорошо. Так, подождите, подождите, начните сразу, давайте сразу, с чем вы не согласны, вносите, вносите, с чем не согласны. Пожалуйста, Сергей. Вы не согласны, с чем один пункт, пожалуйста, какой-нибудь основной. Назва? Хорошо, хорошо. Базовое поле, я не называю гравитационным, базовое поле создаётся взаимодействием всех масс, пускай всех. Нет, а чем взаимодействуют эти массы? Полями. А что создаёт поле? Его ничто не создаёт, оно уже есть. Для того, чтобы что-то, что-то создаст, оно должно появиться, правильно? А то, что есть, оно уже не появляется? Это маленький вот такой вот это. То, ну-ка, 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 какой? Вот, оттого, что оно вечно существует, это не значит, что это поле, явление, что-то не создаётся чем-то. Подождите, подождите. Вот у нас есть объективные данные за бортом. Вот то, что мы знаем, мы говорим, мы это знаем. То, в чём мы не уверены, мы говорим, мы в этом не уверены, мы этого не знаем. Из того, что есть, мы знаем, что у нас есть пространство, мы знаем, что оно бесконечно, мы знаем, что оно заполнено материей, мы знаем, что материя делится на такие-то типы. Одним из этих типов является поле, и по объективным данным оно существовало вчера позавчера и так далее в не кончаемую бесконечность было всегда сказать что она появилась когда во вторник она не появлялась полтора миллиарда лет назад она не появлялась 10 миллиардов лет назад она не появлялась она уже было и 148 миллиардов многими ли хренилионов лет она уже была поэтому о каком появлении в какую дату вы говорите большой взрыв его не было о чем вы говорите а как за счет чего говорите поле скажем гравитационная это по вашему взаимодействия это материя это материя это материя поле это материя ну тут я тоже оставаться диване не создадlli согласуем термины сначала определимся с термину что мы считаем материей материя это то что расположено в пространстве и проявляет физическое свойство вариант ответов да нет да 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 поле расположена в пространстве свойства проявляет варианты ответов до нет я не могу вам откровенно до это отвечать потому что в моей четверию сегодня тот на вообще не претендую понимаете я аудитом теории как бы не стремлюсь заниматься потому что но это уже уже как бы занимались достаточно поэтому не настаиваю ни в коей мере не знаю меня все таки вы не убедили что это поле гравитационное подождите подождите мы последний раз про про поле говорили да согласны с термином что поле существует в пространстве что оно расположено в пространстве и проявляет физическое свойство да 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 с этим согласны термины согласовали то что взаимодействие между массами люди определились что они считают это гравитационным взаимодействием и то что кроме двух тел яблока и земли во вселенной существует еще множество тел они из той же массы состоят и тем же самым взаимодействием взаимодействует что яблоко и земля мы с этим определились или или яблоко земля это одно взаимодействие остальные массы это другое здесь надо определиться на этом этапе не от одинаково значит если у нас яблоко и земля гравитационное танцы пардон и все остальные тела это тоже гравитационное взаимодействие одного типа взаимодействия и which мы имеем два разных типа материи из волшебная матери яблоко и земля а остальное из какой-то другой материи. Все, приехали. С чем не согласны? Не согласен с тем, что яблоко и Земля взаимодействуют исключительно с этой постоянной же. Их сила взаимодействия в 10-40 раз меньше, чем электромагнитная. Поэтапно надо сознаваться. А вы согласны, что яблоко и Земля гравитационное взаимодействие? Вариант ответов. Не сомнений. Не сомнений, да. Все, поэтому все, выдохнули остальное. Дальше автоматически все остальные взаимодействия. Так, яблоко и Земля – это гравитационное. И значит, Луна и Земля тоже гравитационные. И значит, и Солнце и Земля тоже гравитационные. Все, все остальные взаимодействия тоже гравитационные. Этот вопрос мы закрыли, запомнили и не возвращаемся к нему. С чем вы не согласны, что я называю гравитационным взаимодействием основного Вселенной? Потому что что? Потому что яблоко и Земля, вы видите, что-то еще какие-то подробности. Но это неважно. Но никак не может сказаться на все остальное. Эти мелочи перечеркиваются остальное. Нет, не могут они перечеркнуть остальное. Все остальное взаимодействие все равно будет гравитационным. Что бы вы ни говорили. При всем уважении. Яблоко и Земля. Взаимодействие, сила взаимодействия составляет 10 минус 40 степени электромагнитного. Как может электромагнитное составлять долю гравитационного? Сейчас объясним. Смысл в чем? Ребята не умеют считать. И насчитали вот это, что у них электро взаимодействие, электромагнитное стало сильнее гравитационного. Потому что считать надо совокупное гравитационное поле, а не частный эффект. Вот у нас, когда яблоко падает на Землю, это одни силы. В том же месте, где находятся яблоко и Земля, у нас есть общее гравитационное поле, имеющее напряженность больше всех остальных физических явлений в природе. Все? Непонятно. Ну как непонятно? Вот давайте, вот Солнце есть, силы от Солнца есть, правильно же, да? Да, конечно. Они присутствуют там, где яблоко и Земля взаимодействуют? Конечно. Да, то есть мы должны в общую картину добавить эти силы от Солнца, да? И от галактики добавить. Конечно, конечно. И от соседних галактик добавить. Да. От всего ковра, все это здесь и галактик добавить. И получится очень большая цифра. Нет, получится минус сороковой. Что? Получится 10 минус сороковой от обычного нашего взаимодействия. Нет, нет, вы неправильно рассчитали что-то. Что-то у вас не так с расчетами, значит. Ну хорошо, ладно, давайте посчитаем по отдельности. Понимаете, почему может быть основная нестыковка в этом? То, что, да, Вселенная бесконечна, но наша вот эта вот видимая область Вселенной, 13-7, это не важно, какая конкретная цифра, она ограничена. И вот на этом... Чем она ограничена, поведайте, пожалуйста, эту страшную тайну. Ну это, давайте, Виктор, я допишу книжку через два месяца. Понял, 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 хорошо. Все, сдался. Сдался, не освечиваю. Вопросы не задаю такие. Хорошо. Ну ладно, я на сегодня все... Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Большое вам спасибо. Хорошо, спасибо, Сергей, удачи. Вот если все-таки что-то конкретику я выловлю, я обращусь. Хорошо, удачи. Все, счастливо, Вика. С вами был Научный трибунал, с вами был Виктор Катючек, с вами был Сергей. Который пишет книгу со своей физической теорией. Вот. Мы с ним не сходимся во взглядах по ряду моментов. Всем добра, удачи, Научный трибунал. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok